так доброго поэтому в этом понадобится. Показывать я буду на пиратской детстве, на версии в рейте Теречкин, так я считаю проще, да, у меня здесь есть персонажи 80 уровня, на данном патче это национальный уровень, так, с чего бы я хотел начать, ну, начнём с выбора класса, пожалуй, да, тогда для меня вероятно, что я выберу, нет, так, выбор класса, это, так скажем, то, что новый игрок должен выбрать для себя, так скажем, первым делом, ну, плюсы и минусы каждой фракции я объяснять не стану, это у каждого своё, кто-то всей душой и телом болеет за альянс, сыграет за альянс, да, я же, например, привык к карте, для меня, да, это более простой в плане игры и более приятный в плане людей, так скажем, контингент. Итак, что относительно классов и рас, да, здесь мы видим на момент бороться за личкинг пять раз и десять классов, каждый расе доступны свои отдельные классы, да, мы замечаем, что, допустим, Туреном доступен друид, и оркам же друид не доступен. Также у каждой расы есть свои определенные плюсы и минусы, да, то есть сёрки, допустим, более приспособлены к нанесению урона, да, он более невосприимчив к обдушающим эффектам и так далее. Так, приступим к самым, так скажем, трудам, это выбор класса. Так, начнём с первого, с воина. Так, воин, милишный класс, роль в танковании нанесению урона. Что это значит? Что воин может быть как танком, то есть принимать на себя атаку противника, освещать своих союзников, так же и быть ДПС персонажем. Что значит ДПС? ДПС, сам видится, означает Damage Per Seconds, то есть урон в секунду. Так, воин, класс очень хорошо приспособлен для нанесения урона, танкует воина тоже неплохо, но я, например, воина в танках не очень люблю. Почему? Потому что я люблю танки, которые чуть позже, а лично почему. Так, воина. Самый благоприятный для воина расы является Орг и Таурен. Орг это лучшая раса для ДПС воина. Почему? Потому что Орг может подать яркость, чтобы носить повышенный урон. Да, а у Тауренов есть приятная обилочка, увеличенный запас дороги, у них повышенный вынос. Да, то есть, если вы желаете скачать Орга, то Таурен и Орг, ой, если вы желаете скачать воина, прошу прощения, то Таурен и Орг это ваши верные друзья, товарищи. Тролль, в принципе, тоже неплохо будет для нанесения урона в состоянии Берсерка, скорость его боя повышается, да, но, опять же, не для всех. Класс, не для всех специализаций точно. Что-то про специализации я расскажу чуть позже. Итак, приступаем к следующему. Это Паладин. Паладин доступен лишь одной расе. Орды — это эльф крови. Паладин — гибридный класс. Он может быть как танком, как хилом, так и ДПСом. Объясню, чему танк я уже рассказывал. Да, это персонаж, который принимает на себя атаки врагов. Хил — это, опять же, английского лекаря. То есть, его задача — извлечение союзников. Как таковые паладины. Живые — это невероятная, в общем, машина лечения в соло-тарбер. То есть, одну цель выхиливает невероятно хорошо. С ним никто в этом плане сравниться не может. Да, хил по массе — тут можно поспорить. Да, то есть, те же шаманы и друиды намного лучше будут с этим справляться. Я не буду особо углубляться в такие тонкости, как бы вы это сами поймете в процессе игры. Просто расскажу о некоторых плюс-минусах разных классах. Итак, очень хороший ДПСер, приятный в плане кача. Да, есть свои хилочки, может там себя подлечить, тратить меньше времени на поедание и хавки. Охотник. Охотник, по моему мнению, лучший класс для кача. Почему? Потому что есть питомец и есть куча ДПСов в коротких промежутках времени. Да, то есть, в начале боя, особенно во время качи, это самое приятное. Он может нанести большое количество урона. Вот. Тем самым быстро не привезут противников, как бы легче выполнять квесты с питомцем. С питомцем очень хорошо все происходит. Разбойник. Разбойник. Да, я именно про охотники не сказал лучшего, так скажем. Лучше всего подходит тролль и орк. Почему? Ну, у тролля Берсерк. В состоянии Берсерка с просьбоя орк, естественно, повышенный урон. Плюс питомцы и прислужники и орк наносят повышенный урон. Да, то есть им с охотником, как-нибудь, намного лучше. У троллей же тоже есть, если бы что-то с питомцем было. А, наносит увеличенный урон животным. Вот. Тролль-охотник в плане качи очень хороший. Да, урон животным повышен, то есть с первого по шестидесятый уровень. Это этап классики World Warcraft в покачке. Будет очень легко качать. Видим дальше разбойник. Да, класс очень плохой в плане ПВЕ полка контента, но качать для него не очень удобно. Почему? Потому что массы скиллов нет, по массе атаки никакой. Убивает Леш-Сол, таргет и убивает он довольно-таки медленный, поэтому в выполнении квестов будет трудновато. Если вы будете качаться на официальном сервере, то да, естественно, весь питомц его левел вы можете спокойно ходить по подземельям. И все у вас очень хорошо будет. Но, если же вы не такой, так скажем, любитель ПВЕ контента и не любите особо подземелье, все это прохождение, боссы и так далее, если вы не желаете качаться на клостах, то процесс прокачки дает вас больше времени. Так, идем дальше, жрец. Жрец убедивидный, опять же, убедивидный класс. Проверальное улучшение нанесения урона. Неплохой соло хил. Ну, в принципе, как и по массе, тоже хилит неплохо. Нанесение урона в соло таргет великолепного ДПС. По нескольким целям ДПС не может хромать. Да, то есть, по нескольким целям он будет нанесиваться на много меньше урона. Почему? Есть такое понятие, опять же, перейду немножко к сленгу, как доты и хоты. Дот – Damage of Time. То есть, урон нанесимый на протяжении времени. Жрец – это один из классов, который страдает именно такой, скажем, болезнью. Он бьет только дотами. У него нет каковых целенаправленных заклинаний. Все его заклинания являются дотами. Они наносит урон на промежуток времени. Урон очень большой в соло таргет. Но пока эти доты накидаешь на соло таргет, таргет может уже и опалиться. Особенно, если это какой-нибудь, ну, так скажем, предбоссовая мода. Да, не звучит трэш. Если вы сносите трэш в подземелье, то там ДПС у черно-призника будет нулевым. Но как только приходите на боссы, дпс у черно-призника возрастает фатально. Так, для прокачки, опять же, класс не самый лучший. Почему? Потому что пока эти доты накидаешь, они наносят урон не сразу. Вот, то есть, как бы, с выполнением квестов будет проблема. Но, опять же, выбираем специализацию лечения, идем по инстам и качаемся в свое удовольствие. Следующий класс это Деск Найт, Рыцарь Смерти. Рыцарь Смерти доступен для создания, лишь если на вашем аккаунте есть персонаж 55 уровня или выше. Если у вас нет такого персонажа, Рыцаря Смерти вы создать не сможете. Класс великолепный, танкование нанесения урона, очень похож на воины, использует руны и силу рун. Да, с этим, с непривычки будет трудно разобраться. Имеет в себе прислужника. Начальный уровень 55. Кто-то скажет, вау, легко качаться. Ничего подобного. Качаться он будет, в принципе, столько же, сколько и обычный персонаж. Он начинает в начальной локации. Выйти из этой локации нельзя, если вы не выполните определенную цепочку квестов. Она и занимает довольно продолжительное время. Но за нее вы получаете очки талантов. Эти очки талантов можно использовать. Вот. Ну и получаете, так скажем, начальный квит. Круппировку, дабы вы могли спокойно выйти из этой начальной локации и продолжить это путешествие. Да, танкует очень хорошо, я бы сказал. Да, есть, конечно, танки и получше, но я не могу сказать, что это плохой танк. ДПС, так и я вообще молчу. Это великолепно. Очень большой урон наносит, особенно анхолика. Они очень много ДПС относят. Без них очень трудно приходится рейду во многих. Ну да ладно, не думайте, не зацикливается. А ЕЕ просто берете, идите качаете, сможете качать ветку лечения, спокойно бегать по листам при этом выполняя квесты и очень быстро прокачать до максимального уровня. Так, что у нас дальше? Дальше у нас идет маг. Маги. Великолепный класс имеют. Ну, на пиратском сервере прислужника они не имеют, конечно. Что очень, скажем, магнитает. Почему? Они могут призывать к себе элементаля, но элементаля так пропадает через 50 секунд. На официальном же сервере маги могут постоянно вылететь с элементалем. То есть он с ними постоянно, как питомец, прокачка у них очень легкая. Да, в принципе, и на пиратском сервере тоже очень легко за них качаться. Маги спокойно телепортируются из разных городов. У них есть такая особенность. Они могут создавать телепорты для себя и для своих союзников, с кем они находятся в дупе. Что позволяет им быстро перемещаться между городами, а вот у них квесты. ДПС. Великолепный магов. Один из лучших ДПСеров. Очень много урона наносит. Три специализации все рассчитаны на НДПС. Что ж, идем дальше. Черная книжная. Очень схожа с магами в чем-то. Да, но они имеют постоянного прислужника. Даже здесь на пиратских серверах. Очень много прислужников. У них есть различные питомцы. Да, каковы есть Демон. Потом... Страж Скверны, Суд Куба. Там очень много питомцев. Что ж, не будем зацикливаться. Перейдем к последнему классу. Я бы назвал их самым гибридным классом. Они могут быть, так скажем, выполнять все четыре роли в World of War. Так, роль первого танкования. Великолепный танк Мишка. Держит Агро по области очень хорошо. Не все, правда, доверяют друиду на танкование. Потому что для этого нужны прямые руки. Нужно хорошо узнать свой класс. Хорошо узнать, как дрожить Агро. Чего следует опасаться. Единственный класс, который может вобретаться в Зарички. Говорит опять же. В этом патче может быть только Таурен. На официальном сервере тролль тоже может быть друидом. Что великолепно. Потому что ДД друид. Да, та же кошка. Тот же Совух. Под берсер кабачного урона наносит. Здесь же Таурен. Увеличенное количество ВХП. Великолепный танк. Нанесение урона. Есть два вида нанесения урона друидом. Это Совух и кошка. Совух РДД. Великолепный урон. Простая ротация. Легок в прокачке. Как, в принципе, сам друид. Потому что различные формы, различный урон. Интересный класс. Очень интересно играть. Интересно качаться. Никогда не наскучит. Всегда что-то новое от него узнаешь. Да, и... Так. Совух РДД. Кошка миличный. Очень... В форме кошки. Очень похож на разбойника. Также накапливает очки серии. Я, наверное, пропустил этот момент. Да. Сейчас даже немножко вернемся к разбойникам. Расскажу о особенностях. Да. Он... Так. Кошка. Набирает очки серии. Позволяет одним из приемов снятия очков серии. Нанести либо повышенный урон, либо получить хороший баф. ДПС очень хороший выдаёт рейдер. Как на 5, на 10, так и на 25 игроков. Да. И, помимо того, Друид также может выполнять роль лекаря. Да, превращается в Древо. Ну, здесь превращаются очки. На официальном сервере Древо уже не даёт таких полезных свойств, как здесь. Там оно вообще просто для красоты. Класс невероятно красивый, интересный. Очень интересно за него играть. Да, вернемся к разбойникам. Разбойники, да, наносят они урон. За счет чего? Накапливают очки серии, также используют яды. Яды наносят на 2 кинжала. То есть, у продавцов покупается 2 яда. Один наносит на 1 кинжал, другой на другой. Да, у них даже есть четкая зависимость, что в правой руке у него должно быть более медленно оружие, чем в левой. Да, оговорюсь, в игре есть скорость оружия. Разбойник полагается 2 кинжала с разной скоростью оружия. Ага, от этого будет зависимый урон. В левой руке должно быть более быстрое оружие, в правой более медленно. Вот, яды наносят на оружие, наносят тоже приличный урон, хорошо повышает ДПС. Разбойник очень хорошо себя бафает за счет, так скажем, приемов снятия серии. Так, ну и наверное о классах на этом все. В следующем видео мы подробнее рассмотрим каждый класс в отдельности. Начну я наверное с друида, потому как здесь у меня есть великолепный пример друида, друида лекаря. Расскажу о талантах, о трех ветках талантах на каждом классе на системе поиска рейда. А о самых, так скажем, легких вариантах прокачки, наверное, даже начну с того, как легче всего прокачаться, что следует делать, чего делать не следует. Слушай, ребята, ждайте следующего видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно, очень жду вашей критики. Хотелось бы услышать ваше мнение, стоит ли делать такие видео, не стоит, будут ли они полезны для вас или же это шлак. Большое спасибо за просмотр, пока-пока.